Добрый день, друзья! Меня зовут Лобов Андрей. Я директор компании STIN. И сегодня я нахожусь на площадке Алабушева, особо экономическая зона, там где мы строим совместно с партнерами проект Sovelmash. Я так увлекся своим проектом. Я занимаюсь адаптацией моторов на Славянке в технику, в квадроциклы, в мотоциклы, в лодочные моторы. Я так увлекся этой темой, что совершенно не понимал масштабы того, на что вкладывают инвесторы свои деньги. Я как инвестор не представлял себе того масштаба, который мы совместно построили. Вот сегодня я здесь, и вот передо мной это здание, это вообще какое-то грандиознейшее здание. Я даже себе представить не мог. До этого я видел это только на фотографиях и на видео. Вот здесь, находясь прямо рядом с ним, я конечно в восторге. И та подготовка, которая проходила, чтобы мы сюда приехали, чтобы мы показали свою технику, мне казалось, что это просто что-то невообразимое. Мы работали с утра до вечера, до позднего, до темноты, в течение двух недель все готовили, все проверяли, все настраивали. Но вы знаете, когда я приехал сюда, вся наша работа в моих глазах просто померкла перед тем, что сделали инвесторы. Вот так что, ну восторг, просто восторг. Что касается той техники и тех наработок, которую мы сейчас двигаем с помощью моторов, с помощью тех моторов, которые нам поставляет Виктор Арестов из АСПП Вейхай. Мне очень понравился лодочный мотор. Я вижу перспективу. Прям вот очень много людей спрашивает, сколько, как это можно адаптировать, как это можно приобрести, где это можно использовать. Это, я считаю, это самая легкая тема, в которую можно вложить денег и быстро заработать. Теперь картинги. Картинги для проката. Тоже великолепнейший бизнес. И мы сейчас занимаемся тем, что сертифицируем элементы картинга и сам картинг. Ну вот, пожалуй, что еще? Сейчас мы приобрели Piaggio E50 и делаем кит для европейцев. Там это культовая модель, и я думаю, она тоже будет перспективная. Для Индии мы сделали Bajaj Maximum и ждем от партнеров и инвесторов предложения по приобретению китов. Да, конечно, благодаря нашему всем известному партнеру Виктору Арестову мы уже очень давно используем его моторы. И я очень ему благодарен за то, что он идет вперед, не стоит на месте. Мой любимый DA-90, он уже заменил DA-95. И я вам скажу, лодочная тема, это тоже, так скажем, он нас подтолкнул к ней своими разработками в Таиланде. И вот 95-й мотор на лодке, блин, я даже боюсь говорить, это, ну, это бомба. Вот. Очень благодарен Арестову, Виктору, и думаю, что мы и в будущем будем плотно с ним сотрудничать. Что я хочу вам сказать? Я, конечно, был в разных странах. Я был в Греции, в Испании, в Италии, в Хорватии. И я скажу, что на сегодняшний день, что я увидел? Я увидел то, что тема бензина умирает не просто так. Она умирает потому, что она экономически становится разорительной и убийственной для нашей планеты. Поэтому, конечно, моторы с совмещенными обмотками не только экономичные, но и более экологичные. И в России это точно решение многих проблем. И, возможно, это решение многих проблем не только в России, но и в странах, откуда наши инвесторы пришли и помогают нам. Я старался на своем выступлении максимально за короткий промежуток времени рассказать о тех проектах, которые мы видим. И после того, как я рассказал, и люди ко мне подходили, очень много говорили спасибо, и задавали вопросы по поводу того, что... Был очень интересный вопрос, когда я сказал, что картинг проезжает на батарее 50 ампер часов с двигателем «Славянка» 60 минут. То есть 6 заездов по 10 минут. А Билл Ди Си мотор проезжает в 2 раза меньше, то есть 3 заезда. И вот люди спрашивали, а не фейк ли это? Получается, что мотор эффективнее, чем Билл Ди Си почти... Ну не почти, а я конкретно сказал в 2 раза. Я не сказал, что мотор эффективнее. Я сказал, что по времени он проезжает... Билл Ди Си мотор проезжает в 2 раза меньше. Поэтому я не знаю, смог ли я ответить на вопросы людей, и смогли ли люди услышать выступающих ответы на вопросы. Но те, кому было непонятно, подходили и спрашивали, и я объяснял. И я думаю, что сегодня на конференции все люди получили ответы на все их интересующие, их вопросы. И самое главное, это, конечно, вот это здание, которое стоит передо мной, это самый главный ответ на все вопросы. Зачем мы вкладывали деньги, для чего мы их вкладывали? Для того, чтобы вот это вот все заработало когда-то.